Добрый вечер, в эфире ОРТ, программа «Здесь и сейчас». В России наступает сезон политических отпусков. При тем, как расстаться с вами до августа, мы решили, в августе вспыхнет гражданинная борьба, и страсти будут кипеть очень сильные. Решили удостовериться перед этим, все-таки не произойдет ли летом чего-нибудь такого неожиданного. Об этом здесь и сейчас, с депутатами Государственной Думы. Как известно, в прошлую пятницу Госдума, собственно, задала почин, уйдя в официальный отпуск. Но вот, как видите, многие депутаты еще не разъехались, и с ними как раз о том, что же произойдет летом. Один из ваших коллег предложил, кажется, депутат Сулакшин, предложил не разъезжаться, потому что я его цитирую. «В общей нестабильной стране предстоящие выборы и югославский кризис могут подвигнуть власть к самым радикальным шагам, и в этой ситуации нельзя находиться далеко от Москвы». Вот что он имел в виду? Как вы думаете? Давайте начнем с вас, Михаил Иванович. «Ну, я думаю, что все-таки жизнь варится не в Москве, а там, где живут наши избиратели. Я думаю, что самая правильная позиция – это быть среди своих избирателей, чтобы знать, с чем в Москву приехать, когда труба позовет. Поэтому вот вопрос, вы знаете, когда задали и сказали, что сейчас политические каникулы, думские каникулы уступили, а политические, кажется, баталии только начались предвыборные кампании, подготовка к съездам. Так что мы все заняты работой, а жизнь там в глубинке в российской». «Значит, ничего радикального не произойдет, Владимир Иванович? Вы тоже так считаете?» «Я жду с удовольствием, если что-нибудь радикальное произойдет. Поскольку два раза август нам дал пример, 91-й год и прошлый год, поэтому с удовольствием буду ждать августа, никуда не уезжаю. Депутаты из регионов в регионах, москвичи здесь, но я думаю, что что-нибудь должно быть обязательно». «Что-то типа фороса?» «Не фороса, допустим, запретка по РФ. Вчерашнее общение с министром юстиции показывает, что высшая руководство страны недовольна тем, что якобы не нашли каких-то нарушений со стороны этой партии. Я думаю, что экстремизм есть и со стороны этой партии, и со стороны других партий, поэтому хорошо бы, если бы летом была эта политическая структура запрещена и не была бы допущена к участию к выборам. И блок отечества тоже, видимо, надо как-то остановить, чтобы он тоже не мешал бы нормальному процессу». «Артур Григорьевич, я слышу, улыбаются. Что радикальное может произойти, на ваш взгляд?» «Я думаю, что вот в июле месяце вряд ли что пройдет радикальное. И, видимо, нет таких сил, чтобы что-то сделать радикальное. Дело в том, что народ к этому относится очень философски, в том числе и к отпуску депутатов Госдумы. Я думаю, что каждый принимает свои решения так, как он считает отдыхать. Вот я так долго никогда не отдыхал и не собираюсь». «А может дефолт быть, Арсений Николаевич?» «Вы знаете, на мой взгляд, надо два обстоятельства иметь в виду. Во-первых, не исключено, что в августе-сентябре обострится финансовая ситуация. И прежде всего потому, что кредиторы России, Лондонский клуб и финансовые организации, не входящие в Лондонский клуб, уже потребовали от правительства России, чтобы оно ежемесячно отчитывалось о проделанной работе. Смысл встречаться раз в месяц есть только один. Если эти кредиторы что-то потребовали и хотят через месяц узнать, выполнили ли российское правительство эти обещания, это может произойти и в июле, и в августе. И не исключено, что может быть и дефолт где-то в августе-сентябре. Это во-первых. Во-вторых, кроме этих объективных экономических передряг, которые могут иметь место, может быть, не в августе, а где-то к концу сентября, нельзя сбрасывать со счетов и то, о чем сказал Владимир Жириновский. А именно, в силу как раз того, что селенок у власти мало, лето самый подходящий момент для выноса тела из мавзолея, для запрета компартии. И я думаю, что вполне может августовский застойный период быть хорошим поводом для принятия решительных мер. И запрет отечества? Ну, отечество не запретишь, мы все живем в нашем отечестве. Я про кавычки. А что касается кавычек, то не думаю, что можно запретить партии и организации, которые не нарушают закон и которые запретить можно только в судебном порядке. А это довольно сложная процедура. И даже КПРФ, как не хочется кому-то ее запретить быстро, запретить практически невозможно в одночасье. Если только после выноса тела из мавзолея коммунисты пойдут бунтовать, вот здесь как раз возникнет благоприятный момент для того, чтобы их, можно сказать, схватить за руку на месте преступления. Владимир Владимирович, вы как думаете, такое реально? Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что из Москвы не надо надолго уезжать, ни летом, ни зимой. Особенно в августе и октябре? Это первое. Второе, я думаю, что каких-то видимых, больших событий, потрясений не произойдет. Лето будет очень важным, но все, что будет происходить летом, мы узнаем осенью. Мы пытаемся в нашей программе делать политику России предсказуемой, поэтому, собственно, и прощаюсь с вами в этом сезоне. Хотим пообщаться с депутатами на самые такие острые проблемы, которые могут получить свое развитие в течение лета. В частности, ситуация в Югославии. Я хотел бы узнать вашу точку зрения. Давайте начнем с вас. Я думаю, что в Югославии, вот та ситуация, которая сейчас, и участие российских миротворцев, это говорит о том, что Россия очень серьезно понимает эту ситуацию. И я думаю, что вот сегодня-завтра морским путем или воздушным путем, чем больше, как вот Вадим Больфович тут говорил, его цитирует, больше наших будет там сил, то это будет наше присутствие. Вообще, Советский Союз России всегда, исторически, российская сторона присутствовала и на севере, и на юге, и на Балканах. Поэтому это присутствие, оно говорит о том, что будет стабилизация определенная. Я думаю, что... Вы с этим все согласны, наш Соняш? Нет, я бы сказал, что сейчас процесс в Косово вступил в самую сложную фазу. Вот то, что разоружение, которое там называют разоружением, мы это видели уже однажды, это пока сдается только тяжелое оружие, легкое оружие остается, значит, у населения, у неконтролируемых организаций. Я думаю, что лето в Косово будет очень сложным с точки зрения умиротворения. Конечно, наше присутствие, так же, как и начальная деятельность Виктора Степановича Черномырдина, который привел к переговорам и посадил, что ли, всех за стол переговоров, это позитивное, но мы какого-то кардинального влияния на события в Югославии не сможем оказать. А самое главное, что, значит, НАТО недопонимает опасность вот этих неконтролируемых группировок, и не военные здесь эту задачу решат, а нужны уже полицейские функции и полицейские операции, а их нет. В течение лета могут быть обострения? Безусловно. В газете много писали о том, что Российский и Белорусский Союз, и изменения, связанные с этим, могут привнести изменения в избирательную кампанию в России. Как вы думаете, это может летом произойти? Я сейчас скажу про Балканы. Хорошо. Там надо обязательно усиливать наше присутствие, не только в Косово, но и в Сербии. Да, вот сейчас в Главарии. И Сербия готова взять на себя расходы по сержанию. Можно направить 2-3 дивизии. И когда русская армия будет стоять на Балканах, НАТО не сможет провести ни одной операции, которая бы нарушила равновесие сил. А в плане местного населения там неминуемая партизанская война. Албанские боевики и сербские будут взаимно уничтожать друг друга бескомпромиссно. И до тех пор, пока там будут стоять войска. Когда войска уйдут, сербы снова вышвырнут албанцев в Албанию или в Македонию. То, что касается союза России и Беларусь, мы за этот союз. Чтобы было единое государство. Я имею в виду, может ли летом что-то произойти, что, соответственно, изменит ход избирательной кампании. Поскольку тогда Гельцин может быть президентом союза. Я думаю, что осенью, безусловно, может проведен быть референдум. И народы обоих государств проголосуют за первый пункт референдума. Хотите ли вы объединение России и Беларуси. И под сурдинку, что называется, можно впихнуть еще несколько пунктов, которые могут, в частности, включать и объявление моратория на выборы в двух государствах. Выборы президентов и парламентов. Года на два, скажем. Это легальный способ переноса сроков выборов. И поскольку могут быть перенесены выборы в Государственную Думу, и нынешние депутаты сохранят свои мандаты, у них не будет повода выступать против продления полномочий президента. Такое возможно? Это тоже интересный сюжет, который вариться будет именно летом, а осенью, где-то в октябре, он должен выплеснуться на общественность двух государств. И действительно, это может быть самый ключевой момент предвыборной кампании. Потому что предвыборная кампания может просто под вопрос быть поставлена в результате этих мер. Вы считаете, что это невозможно? Я не согласен. Я думаю, что братским объединением ни в коем случае нельзя никого запугать. Это великое благо, что объединятся два славянских народа, два славянских государства. Вы будете согласны с тем, чтобы отменить президентский выбор в этом случае? Нет, я думаю, что это вряд ли появляет. Но сейчас политический процесс связывается с тем, что мы в декабре должны парламент наш избрать. И в соответствии с нашими законами вряд ли объединение может как-то ухудшить ситуацию с парламентским выбором. Я думаю, что победу на парламентский выбор дополнительно держат те, кто решительно выступает за интеграцию и братский союз с Беларусью. Говорят, никто не против Беларуси, соединение, вряд ли кто найдется. Нет, нет. Говорят о том сценарии. Измените политическую ситуацию. О том сценарии, который может присниться кому-то, и я думаю, что он снится уже. О том, чтобы шум волны или шум винтов по-морскому говорить. Мы соединились с братские народы, и в результате одно государство, продление выборов, продление избрания президента, я думаю, это нельзя допустить. Ну, в одном государстве, я полагаю, будут северенные республики, а у нас в нашей республике будет выбор, они пройдут, и ничего не изменится. Я против страшилок, которые хотят нам сделать из братского бенеда. Я думаю, вряд ли кто и здесь против того, чтобы мы были вместе с Беларусью. Абсолютно. Я думаю, это 100% и любой референдум, который будет проведиться, он подтвердит. Пока вы будете в отпуске, еще один вопрос может решиться. Если пройдет встреча Ельцина с Масхадом, могут ли быть там приняты какие-то решения, которые могут быть неожиданностью для Госдумы? Я думаю, нет. Ну, во-первых, эту встречу надо тщательно готовить. Она должна состояться, она будет, мне есть большая необходимость. Но думаю, что больших неожиданностей для Думы не будет, потому что стороны будут действовать в рамках Конституции, и я думаю, что пока позиции сблизить не удалось. Что касается... Не удалось? Да. То есть, эта встреча не имеет смысла? Нет, ее надо готовить, сейчас идет работа. И когда она будет готова, она, безусловно, состоится, конечно. Ваше отсутствие, пока Госдума будет в отпуске, да? Может быть и так, но думаю, что ближе к августу все-таки. Потому что надо готовить эту встречу очень серьезно. Накопилось очень много претензий на которые... И главное, что целый год не было диалога, и он сейчас восстанавливается. Что касается России и Белоруссии, то союз неизбежен, но это будет, конечно, не лето, а не осень. Когда человек уезжает в отпуск, то он обычно выключает газ, воду и развораживает холодильник. Мой последний вопрос всем депутатам. Какие меры предосторожности должна принять все-таки Госдума? Вот Александр Николаевич уже про это говорил, чтобы ничего не случилось за это лето. Я думаю, что, например, я постоянно нахожусь в Госдуме, каждый день с 9 до 9. Отдыхать любят Селезнев, Зюганов, они уехали, отдыхают где-то. Руководители политических партий, движений, депутатских групп, конечно, должны находиться здесь, быть вовремя готовыми для консультации и для дачи правильных предложений. Про Камчатку вы сказали, пусть помнят, за кого они голосовали в том году как депутата. За Верюха, Аграрий. Чего же не помогает сегодня? Наш кандидат, Швед, на втором месте был. Если бы наш победил бы, сейчас на Камчатке все было в порядке с топливом. А Заверюха, к сожалению, тут надо Владимир Большую истину всегда говорить, тошнить, он в НДР, он исключен у нас за то, что вот свое привело. За это было исключено. Альюш, тогда вы ответите за Заверюху. Партия правильно поступила. Обманул все Камчатки. Все. Вот Сулакшин правильно стоит вопрос с собой. О том, что нельзя было укрепить в отпуск. Я всегда стою. А, кстати, Симон Симонович, спасибо, что вы подошли. Дмитрий Владимирович, я просто поскольку... Спасибо, что вы подошли, потому что я, собственно, начал наш разговор перед отпуском. Цитирую вас. Вы, собственно, были инициатором того, чтобы Госдума вообще не выходила в отпуск. Вы говорили о том, что могут быть приняты какие-то радикальные шаги со стороны власти. Что вы имели в виду? Я имел в виду опыт исторический. 91-й год, когда Верховный Совет СССР ушел в отпуск. Правда, тогда тоже были активисты, которые оставили дежурные бригады политических сантехников наблюдать за процессом. Но они не успели потоп предотвратить, который смел Советский Союз. Сейчас посмотрите на небо, тучи тоже собираются. Экономический дефолт приближается, военные авантюры на грани и за гранью страна находится, дееспособность медицинская верховного руководителя всем очевидна, и в этих условиях отдыхать. А кроме того, вот я глубоко был затронут, так скажу, репликами Селезнева, который мне заявил, мол, вы тут в последний день решили поработать, популистские законы принять. Он упомянул наш закон о металлоломе. В тот же день пришло письмо, только по Смоленской области. 15 смертей в этом году, 19 смертей в прошлом году, когда обнищавшие люди тырят медные провода. Вот эти законы мы должны принимать? Или товарищ Селезнев и те, кто сейчас отдыхают, счет жертвам хотят продолжать? Или Дума работает только по заказам Международного валютного фонда? Единственный способ сейчас был ответственность Думы за состояние страны, за свою долю части руководства, высшего руководства. Был работать, консолидироваться, преодолевать вето президента, когда это необходимо. Он ведь сейчас вернул закон о ядерном оружии, президент Ельцин вернул закон о ядерном оружии после Косово, без рассмотрения. И Дума два месяца гуляет в своем форосе, и мы ничего не можем сделать по этому вопросу. А что конкретно, на ваш взгляд, может произойти? А очень просто. Грозит президенту успех альтернативных сил на выборах. Что ему нужно сделать? Вмешаться в процесс. Есть ли возможности? Есть. Есть белые пятна в законодательстве. И пока Дума нежится на солнышке, он включит в этих белых пятнах свое конституционное нормативное указное право. И осенью состоятся выборы, но совсем по другим правилам. Это один вариант. Другой вариант балансирования за гранью чрезвычайки. Борис Николаевич очень талантлив в этих вопросах, и надо восхищаться его этим талантом, но не забывать об этом. И опять-таки, Дума не успеет собраться, а потом будет вот... Вот Александр Николаевич сказал, что будет в Москве. Кто виноват, нужно сказать. Коммунисты, Селезнев, они же виноваты во всем. И Жириновский. Вот. И депутаты с региона. Я благодарен вам всем. Нам осталось только обсудить, что нам сделать с депутатом Завирюхой. Владимир Юрьевич. Ну, я хотел бы сказать, что в последние месяцы к нам из Завирюха пришел и некоторые другие депутаты возвращаются. Так что фракция в хорошем состоянии. А Завирюха это очень деловой и опытный депутат. Он активно работает за свой регион. Что касается лета, то и представители руководства нашего движения, и руководство фракции тоже будут постоянно в Москве держать включенными и радиоприемники, и телефоны. И скажите, что вы полностью поддерживаете ведение чрезвычайного положения в Москве и на Северном Кавказе. НДР, как правительственное, поддерживает. Она этого хочет. На Северном Кавказе вопрос. Стреляют каждый день. Я вам благодарен. Хотя вы нас, конечно, не успокоили, тем не менее, наша программа уходит в выпуск до 9 августа. И предлагаю вам всем с нами встретиться именно тогда и сверить часы, проверить, насколько российско-политическая действительность соответствует тому, что мы сегодня предсказали здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ.